Триумф российских саночников Передои, на чьи выиграно 3 золота из 4.22.19.28 01.2018, обновлено полночь 36 29 января 2018 года, Олег Богатов, AirSport.segulda, 28 Янв, РИА Новости, Олег Богатов Саночники сборной России в преддверии Олимпийских игр в Южно-Корейском Пхенчхане успешно выступили на 49-м чемпионате Европы в Сигулде, Латвии, одержав три победы в четырех видах программы Чемпионат Европы был совмещен с девятым этапом Кубка мира и проходил 27-28 января Золотые медали в одиночных соревнованиях выиграли Татьяна Иванова и Семен Павличенко, а в эстафете успех праздновала команда, за которую выступали Иванова, Павличенко и экипаж двойки Александр Денисеев, Владислав Антонов Кроме того, Роман Репилов стал бронзовым призером в соревновании мужчин Точка Иванова стала пятикратной чемпионкой Европы, Павличенко – четырехкратным, догнав по количеству титулов Альберта Демченко, в настоящее время являющегося главным тренером сборной России Точка оценка за триумфальные Че – пять с плюсом. Сборная России впервые завоевала три золотые награды европейской пробы и уверенно выиграла медальный зачет турнира. Итог – три золота, одна бронза На втором месте – команда Германии – одно золото, три серебра, одна бронза. На третьем – латвийцы – одно серебро, одна бронза. В активе сборной Италии – одна бронза. Президент Федерации санного спорта России Наталья Агард РИА Новости Владимир Остапкович перейти в Фотобанк. Президент Федерации санного спорта России Наталья Агард Президент Федерации санного спорта России, ФССР, Наталья Агард подчеркнула, что команда выступила на пять с плюсом. Показать лучший результат почти невозможно. Такие победы добавит нашим спортсменам уверенности на Олимпийских играх, отметила она Главный тренер сборной России Альберт Демченко назвал выступление команды шикарным, сказав следующее Успешные результаты подбодрят ребят и помогут побороть нервозность перед Олимпийскими играми Команда заслужила полноценную пятерку. И невозможное возможно. Иванова вновь доказала высокий уровень мастерства и проявила неординарные бойцовские качества СА начнется только в ночь на пятницу приехала в Сигулду после слушаний в спортивном арбитражном суде, часть, в Женеве, на которых рассматривались апелляции к Международному Олимпийскому комитету МОК, в связи с пожизненным отстранением ее и Демченко от Олимпийских игр Иванова пропустила почти всю тренировочную неделю и выступала с листа в субботу, не оставив при этом шансов конкуренткам Россиянка выиграла оба заезда и завоевала золотую медаль, на 0,87 секунды опередив двукратную олимпийскую чемпионку немку Натали Гальзенбергер Третьей стала итальянка Сандра Рабачер. Мне было очень тяжело, подчеркнула Иванова Но я собрала все силы, которые у меня еще остались после всех судов и всех неудач И мне кажется, что я сделала просто невозможное. Но я безумно рада, что на этой трассе мне удалось собраться и победить И для меня золотая медаль, наверное, не золотая, а платиновая. Победа одержана вопреки всем трудностям и обстоятельствам Субтитры создавал DimaTorzok